Здравствуйте, дорогие мои зрители! Здравствуйте, мои гости канала! Меня зовут Ева и здесь я озвучиваю новости туризма. Напоминаю, не турагент я и не туроператор, а вещают для вас новости туризма и сегодня новость у меня про Тунис. Аэрофлот рассматривает возможность запуска регулярных рейсов в Тунис. Итак, о датах старта этой полетной программы и продолжительности перелета. Возможно, что у национального перевозчика появится и российский конкурент на маршрутах на северной побережье Африки. Генеральный директор авиакомпании Аэрофлот анонсировал существенное увеличение объема перевозок пассажиров в Турцию и по ряду других зарубежных направлений. На внутренних линиях значительный объем придется на Сочи, Минвода, на Международных, Турции, Египет, Пхукет. Возможно, появится Энфида, это Тунис. Сейчас они выбирают партнера туроператора. Вопрос о возвращении прямых регулярных и чартерных рейсов на курорты Туниса актуален третий сезон подряд. В разгар пандемии летом 2020 года перелетов не было. А в сезоне 2021 года, когда действовали срогие ковидные ограничения, в Монастир и на остров Джерба по инициативе нескольких туроператоров были запущены ограниченные полетные программы. То есть это были почти грузопассажирские рейсы. Официально Оперштаб разрешил регулярные рейсы в Тунис только с ноября 2021 года, что дало надежду туроператорам на запуск летних программ в сезоне 2022. Однако эти планы по известным геополитическим причинам не сбылись. Прямые рейсы между Россией и Тунисом вернулись лишь в августе прошлого года. Консолидатором рейсом Нофт Лер выступает тунисский турбизнес. В Москве его представляет туроператор Гранд Экспресс, а в Санкт-Петербурге Экспресс Тур. У федеральных туроператоров были попытки взять блоки мест на этих рейсах, но они не увенчались успехом. По информации Национального офиса по туризму Туниса, Нофт Лер продолжит летать в Россию и в 2023 году. Старт полетных программ из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и Джербу запланирован в первой половине апреля. Время в пути из России в Тунис на рейсах Нофт Лер не изменилось. Это по-прежнему немногим более 4 часов. Источники туроператоров сомневаются, что федеральные туроператоры договорятся о блоках мест на рейсах Нофт Лер и в этом году. Поэтому крупные игроки ищут другие варианты перевозки в Тунис на сезон 2023 года. У Туниса всегда была своя аудитория в России. В сравнении с Турцией в летнее время в этой североафриканской стране более комфортный климат и нет такой жары. Большинство отелей Туниса расположено на первой береговой линии с песчаными пляжами и предлагают питание все включено. Есть интересная экскурсионная программа, например, выезды в пустыню Сахара, а также спа и таласотерапия. К тому же, как подчеркивают наблюдатели, российскому рынку нужна летом хотя бы какая-то альтернатива Турции, которая и в этом году заметно подорожала. В том, что аэрофлот собирался лететь именно в аэропорт Энфида, эксперты видят влияние туроператора Библиоглобус, который отлично знает тунисское направление и является официальным партнером национального перевозчика, то есть аэрофлота. От Энфида удобно добираться до таких популярных туристических центров, как Хамамет в 45 км, Сус в 45 км и Монастир в 78 км. Как и по другим зарубежным направлениям аэрофлота, именно туроператор Библиоглобус получит эксклюзивное право формировать туры в Тунис на основе блоков мест на рейсах национального перевозчика. Хотя не исключено, что небольшие блоки мест выделят и ряду других игроков. Есть данные, что авиакомпания в этом году стала более лояльна к туроператорам. В допандемийные сезоны туроператоры запускали чартеры в Тунис в конце апреля с акцентом на майские праздники. В мае на материковых курортах Туниса уже комфортные плюс 25, но вот вода в море не прогревается больше плюс 20. Полноценный купальный сезон в Тунисе наступает только с июня. По мнению экспертов, полетная программа аэрофлота в Тунис может начаться в традиционные сроки, ближе к летнему сезону, в конце апреля-начале мая. Возможно, на старте программы сначала это будет один рейс в неделю, но уже в июне-августе частота может составить 2-3 раза в неделю. При этом перевозчик может поставить на направление вместительный аэрбаз А330-300 и Боинг-370-300ЕР. С учетом санкций, время перелета аэрофлота в аэропорт Энфида будет дольше, чем у тунисских авиакомпаний – 4 часа. Полетное время из Москвы в Тунис составит не менее 5,5 часов. В феврале пройдет межведомственная комиссия, в ходе которой авиакомпании представят на утверждение свои полетные планы на летний сезон 2023 и будут ходатайствовать о допусках по желаемым направлениям. Какая-то ясность по полетным программам за рубеж на лето 2023 наступит, скорее всего, в марте. К марту может разрешиться еще одна интрига. Сразу нескольких российских туроператоров ведут переговоры с авиакомпанией Red Wings о постановке летних чартерных рейсов в Тунис. Как отмечают эксперты, если это получится, то у туристов будет выбор – лететь в Тунис за более доступные деньги на настоящем чартере, или же отправиться на средиземноморское побережье этой страны на регулярном рейсе аэрофлота. В декабре 2022 Тунис официально отменил все ковидные ограничения на въезд туристов. Российским отдыхающим для посещения этой страны нужен только заграничный паспорт. В прошлом году, в 2022 Тунис, посетило всего около 10 тысяч россиян. В допандемии на 2019 российский турпоток в Тунис превысил 672 тысячи визитов. Если хотите получать от меня информацию, то, конечно же, вам нужно на меня подписаться. Не забывайте, нажав на колокольчик, вам будут приходить все уведомления на все мои новости. Под видео все ссылки на источник информации на мои другие каналы. Оставайтесь со мной, ждите следующего ролика. До свидания!